В скринкастах мы часто возвращаемся к Eleven Labs, но что поделать, если в работе с голосом они постоянно выкатывают всякие интересности. И вот новый инструмент определенно заслуживает вашего внимания. Для каждой задачи по озвучке очень важно подобрать определенный голос. А что, если его можно сгенерировать по вашему запросу, как картинку в Миджорне? Подумали в Eleven Labs и сделали. Подробно рассказывать об Eleven Labs я не буду, на нашем канале есть скринкасты, ссылки оставлю в описании. Скажу только, что это мощный инструмент для работы с озвучкой. С его помощью можно создавать голоса и звуки. Сегодня хотелось бы посмотреть, как работает новая возможность – генерация голоса по промпту. Кстати, просто напомню, что если доступа к сервису нет, в большинстве случаев проблему решает обычный VPN. Итак, тестим новый инструмент – бесплатно. Для этого нужно войти во вкладку «Голоса» и выбрать «Создать новый голос». Из предложенных вариантов нас интересует сейчас Voice Design. И начинаем работу с примера промпта – мужской глубокий голос с британским акцентом. По каждому запросу создается три варианта голоса. Красиво, но это пример. Наверное, ж лучшее подобрали. Посмотрим, как справиться с нашим промптом и текстом на русском языке. Текст возьмем из материала про сим-карты на сайте Теплицы. Кстати, почитайте, если интересно. Ну и попробуем создать женский спокойный голос. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Ну, второй вариант подошел бы для новостей, а вот первый – или я просто придираюсь. Попробуем усложнить задачу и добавить в требование немного актерского мастерства. Пусть будет женский, но для сказок. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Без симки нет связи. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Как будто по убыванию выстроили. Первый – очень даже. Ну, если мы уж заговорили про сказки, сможет ли Eleven Labs создать детский голос? Этого мы не узнаем, потому что запрещено. Ну, может, это и к лучшему. Теперь давайте посмотрим, справится ли Eleven Labs с заданием без такого подробного промпта, созданного, кстати, чатом GPT. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Слушайте, ну вот первый вариант. Я прям представил себе пирата. Теперь тестим более подробный промпт и на английском. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Первый такой интеллигентный, а вот последний прям пиратище. Ну и еще, что хотелось бы проверить, сможет ли он создать голос знаменитости. Просим это сделать и снова отказ, что, собственно, логично и правильно. Так, ну, чтобы показать, что дальше можно делать со сгенерированными голосами, попросим создать мудрого волшебника. Люди ласково называют сим-карту симкой и относятся к ней прагматически. Нам нужно выбрать тот вариант, который понравился, придумать ему название, указать родной язык для этой озвучки. Можно добавить и другие разделы, что упростит поиск для пользователей. И поменять описание или оставить его аналогичным запросом. Все, теперь голос в базе. Вы можете сразу нажать «Использовать рядом с ним» и озвучить любой текст. Или в любое время выбрать его в левом нижнем углу меню озвучки текста. Посмотрим на примере. Основная задача всякой сим-карты – идентификация пользователя в сети мобильной связи. Работает. Теперь к ограничениям. Бесплатно предлагается 10 тысяч кредитов. Звучит очень щедро, но на деле 10 тысяч кредитов – это примерно 10 тысяч знаков текста. Сильно не разгуляешься, книгу не озвучишь. Но если понравилось, можно оформить подписку от 5 долларов в месяц. Да, может сейчас этот инструмент работает с некоторыми ограничениями и неточностями, но все развивается катастрофическими темпами, и что будет завтра – угадать невозможно. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий. Теплица социальных технологий.